В прошлом году удалось не просто сохранить стабильность, но и заложить фундамент для дальнейшего развития Камчатки. Так, председатель Краевого Заксобрания Ирина Унтилова прокомментировала отчёт губернатора об итогах работы за прошлый год. Она отметила, что ежегодное выступление главы региона – это одна из форм взаимодействия и принципа реализации открытости власти. Мы услышали очень конкретный, содержательный доклад, такую полную информацию с цифрами, с фактами, с реальными и конкретными результатами работы, с выполнением тех намеченных целей и приоритетов, которые были поставлены при планировании 2022 года. Конечно, несмотря на внешние негативные воздействия, достаточно сложные вызовы, регион продолжал быть в развитии, реализовывались масштабные проекты, сохранена социальная направленность бюджета и меры социальной поддержки. Это очень важно, потому что жители региона должны чувствовать заботу, комфорт и надёжность в управлении краем. Все результаты, которые были озвучены, по мнению Ирины Унтиловой, говорят о том, что в работе правительства есть чёткие приоритеты на 2023 год. Для нас очень важно работать по взаимодействию. За 2022 год нами принято более 140 законов, которые создают такой мощный каркас для действия правительства. И работая в рамках законодательства, удаётся достигать вполне понятных, видимых, реальных результатов. Ирина Унтилова назвала непростыми вопросы, поступившие главе региона от депутатов. Каждый депутат по своему округу или по своей отрасли видит те или иные проблемы. Вопросы касались и школьного питания, и обеспечения лекарствами пригодной категории, и развития транспортной, и строительства на определенных микрорайонах нашего города. И я должна сказать, что ответы, которые были представлены, они были наполнены прямо очень конкретным содержанием. И сроки очень радуют своей перспективе. Это 2023, 2024, 2025 год. То есть это период планированного бюджета и период, когда можно уже говорить о понимании реальности проводимых действий и реальности уже стадии реализации того или иного проекта. Председатель Краевого Заксобрания отметила, что губернатор назвал в своем отчете приоритетные направления работы на ближайшие годы. В частности, это газификация региона, сдерживание энерготарифов, развитие транспорта и жилищное строительство.